здравствуйте мои хорошие мои любимые мы приветствуем вас на канале яна и кристина мы из эстонии значит что мы делали сегодня сегодня мы бродили по магазинам я была даже в строительном потом продуктовым мы начинаем капитально собираться на дачу собираться на дачу прям переезжать потому что чрезвычайное положение в эстонии продлинула до 18 мая до 19 в общем до 18 включительно и объявлено так что дети в этом году учебным не возвращаются в школу той школы не откроют их откроют в том смысле что можно будет быть с учителем один на один как бы консультации для девятых классов для 12 а вот обычная обычная школа да вот начальная или там середина остальные классы не должны посещать в этом учебном году школу поэтому чтобы не сидеть в этих четырех стенах какая разница откуда нам учиться начинаем капитально собираться на даче но процесс этот непростой занимает очень много времени поэтому начинаем собираться потихоньку сегодня были в магазине который называется в эстонии максима и я покажу вам что вы там по набрали в общем кое-что на даче уже и сегодня что интересно сегодня у нас с вами будет рыбный день рыбный день и я достала значит филе лосося покажу вам сколько стоит и как у нас это выглядит и купила креветки мы очень хотели после тенерифе после канарских островов еще полакомиться креветками в эстонии они конечно совсем не то это но что же делать хотя бы что-то вот так что взяли вина взяли креветок рыбы и сегодня вот я вам это все покажу будем с вами чистить делать жарить парить и наверное сделаем даже картошечку по канарске в общем не переключайтесь так сейчас покажу что купи что купила маркиз я так понимаю что ты уже все разобрала без нас что-то здесь выбираешь такое интересно можно полюбопытствовать кристина ты составляла список нам когда мы уходили правильно мы все купили нос все там редиска белая редиска огурцы ах ты тут мясо увидел но ясно наверно обычный набор своих продуктов я вам показывать не буду вам тоже смотреть надоело это уже не интересно а покажу вот только как бы рыбную часть еще и купила опять кофе с ароматом сегодня у нас другой аромат на развес и очень интересный чай разбираем сетки мы разбираем вам не помочь здесь молодой человек это ты что здесь по креветкам тот топчешься по креветкам топчется да я тебя снимаю ай-яй-яй-яй-яй по куриному мясу по креветкам вот безобразие а чё ты урчишь то чему что радуешься привет там взяли белого вина ай маркиз доставай мыло доставай мыло вот еще взяли яичный ликер в эстонии кио торм вот это название на яичный ликер производит но до чего маркиз ты у нас трезвенник да ты трезвенник изумительный ликер он такой толстенький и очень вкусно толсто льется как бы я имею ввиду это рыба лосось в филе лосося не мороженое мороженым она не было за килограмм 9 евро восемьдесят девять центов это в общем у нас это недорого вся такая огромная рыбина 15 евро и 2 16 в общем что я буду с ними делать одну из них я взяла чтобы нажарить я просто вот на такие полоски на стыке но это не стоит давно такая плоская чистое филе уже без чешуи без всего абсолютно я режу ее обваливаю муки с солью и жарю а вторую я нарежу такими же полосками и заморожу отвезу я ее уже на дачу и там мы будем ее готовить и там уже кушать следующая часть это креветки никогда в эстонии я вот не жарил их я научилась жарить их вообще на тенерифе на канарских островов поэтому что были тут я не знаю не конечно гораздо меньше чем там 999 они идут за килограмм фасованный по 350 грамм сейчас потому что у нас сейчас все фасованное везде нельзя вообще не на развес как бы продаются но сейчас нельзя все должно быть в упаковках из-за этого карантина меньше контакта и либо узнает там что из-за чего вот такие они даже их не посмотреть но это они не очень крупные конечно у них есть здесь даже где-то размер указанную то я что-то не нахожу будем в общем с вами чистить и жарить креветкам зале вот такое белая вина попробовать и гору овощей гор овощей не только креветкам но еще по одной причине дело в том что друзья мои что у нас есть некоторая новость дело в том что я на этом карантине разъелась так что я себя не узнаю не в зеркале весы показывают чей-то номер телефона и вообще короче ужас какой-то поэтому будет у нас такая с вами теперь новая рубрика не знаю часть жизни в общем начинаем с вами худеть здороветь и заниматься собой поэтому вино никому еще никогда не помешало здоровей правда ведь вот и поэтому эти горы овощей и мясо рыбы теперь будет нашим рационе будем приводить себя в порядок будем приводить себя в порядок заниматься своим здоровьем впереди целое лето и можно на природе посвящать себе любимое время и здоровью и в общем короче собой заняться я надеюсь что многие из вас ко мне присоединятся может быть вы конечно все были такие примерные во время карантина и все идеальной форме и в идеальном здоровье но вот кто хочет присоединяйтесь будем с вами вместе худеть заниматься здоровьем я думаю что я начну практиковать интервальное голодание если кто-то хочет присоединяйтесь ко мне вот и буду обо всем об этом вам рассказывать так что этот наборчик уже так сказать первый шаг здоровью чуть обжаренные креветки на подушке из овощей в общем начало такое может быть ну чтобы совсем не было грустно мы добавим вина ко всему этому только для начала а если говорить просто о покупках сегодняшних магазине то здесь вот целая палитра всего вот это масло оно растительное подсолнечное но она с ароматом как бы но вот я жарю только на подсолнечном масле которые без отдушки то есть ну запаха нет у него а когда с ароматом не рафинированное до рафинирование не рафинированное когда не рафинированное тогда это скорее на горячую картошечку салат чайную ложку и так далее то есть у меня их всегда два я никогда не жарю на масле которая не рафинирована чтобы не было этого запаха вот в эстонии этого не любят жарить на очищенном не рафинированном на рафинированном и при интервальном голодании я вечером стараюсь не кушать стараюсь да вот это время я стараюсь печи поэтому сегодня я набрала всяких разных чаев и сейчас домой здесь и на дачу сейчас вам покажу какие я пью есть у нас такая эстонская фирма гурманс и в магазине встает большие чины в которых в емкостях вот кофе бабы мне не передать этот аромат конечно но этот аромат с шоколадом то есть кофе бабы обработанные вот этой специи с шоколадом пахнет невероятно особенно когда мелешь вот и чай чай я купила тоже для того чтобы заваривать вот такой меня есть чайничек сейчас я прямо на дно высыплю чтобы показать вам как этот чай выглядит здесь разные черный чай роза сушеная здесь все подряд черно общем он фруктовый очень хорошо пахнет и тоже этой же фирмы гурманс жене как вам видно вот так лучше наверно вот эти кусочки фруктов листики пахнет он невероятно как то называется красный дракон или как то так в общем очень хорошо заварить его вот прямо как под место еды я буду использовать вечером чтобы не хотеть кушать вот попить такого чая просто может быть маленькой ложечкой меда и вот еще че я люблю вот этот гринфилд именно вот с ароматом этот ванильный с брусникой этот персик и дыня а этот шоколадный вот знаете когда этот шоколад или вот эти гринфилд завариваешь шоколады например но вот такое впечатление что ты пьешь из этой кружки ниши не чай не воду прямо настоящий шоколад и когда к вечеру уже хочется кушать на этом интервальном голодании но это прямо целое спасение вот она он прямо какой-то как густой и вот сильным сильной вот этой эссенции очень даже выручает в такие трудные моменты но что делать красота и здоровье требует жертв если среди вас девочки мальчики есть кто хочет похудеть или просто заняться своим здоровьем присоединяйтесь пожалуйста давайте делать это вместе гораздо веселее и проворнее идет дело когда вместе правда ведь компании и в команде кстати это доказано худение всегда лучше чем в одиночку редис вот этот белый белый редис я купила на салат он стоит 249 за килограмм а вот это красная редис . дай как это обычная вот такой 39 центов пучок уже у нас продается она свежая с огурчиками сделаем вот такую как подушку салат вовс салат может быть добавить туда ложечку вот этого масла как раз рафинирован нерафинированного до золотая семечка чернику еще взяла полкило будет 399 вот черника садовая но вот такая неплохая в ведерке прямо сейчас положить чтоб ребенок ел так сейчас ищу сколько стоит огурцы по чеку подсматриваю потому что чеки такие как просто не длинные что я не запоминаю все поэтому я ищу сколько стоят или огурчики вот такие очень крепенькие хорошие нисколько не вяло этот раз и стоят они евро 99 еще купила куриного филе куриного филе которое внутреннее филе которое совсем внутреннее такое знаете не жесткое еще там из этого куриного филе я делаю диетические котлеты значит филе куриное пропускаю через мясорубку добавляю туда луковицу приправу для котлет перчик соль немножко молотая овсянки да да молотая овсянки она вот как бы придает такой вот ну как бы чтоб масса да какая-то была более такая крепкая не жидкая вот еще можно отрубей овсяных положить туда тоже очень здорово в общем на формирую таких котлет я их взвешиваю не должны быть там допустим грамм по 100 по 120 фасу их обваливаю тоже в молотой овсянки или в ботрубях и после этого заворачивают такой вот как сказать в пленочку до пищевую и замораживаю и в любой момент и я ее берем беру на пар я ее на пару делаю не жарю когда готовлю и с овощами вот вам обед так что будем заниматься своим здоровьем и худеть красивые будем масло сегодня эстонская была дешевая хорошая фирма на делает сыр кстати тоже очень неплохое нихуя пил 250 грамм настоящего эстонского сливочного масла без всяких дурацких добавок стоит евро 49 сегодня вот какао уже кристине на дачу порошки ополаскиватели про масло я вам рассказала с отдушкой и без по хозяйской части вот взяла такие перчатки в этом магазине они были очень дешевые 70 центов садовые потому что в грядках придется копаться хотя там и нас и нет огорода в общем здесь набрала много чего хлеб баночки смысле вот эти творожные желе у нас появилась я такого не видела вишневая посмотрите там прямо целиком ягоды вишневая и клубничная я просто очень сама люблю желе часто с кофе вот одну такую баночку можно сметаны хлеба в общем здесь вам уже наверное будет не интересно что здесь у меня такое есть кефир по купила еще мы мыла сейфгард я не знаю помнит ли кто-нибудь из вас но я очень хорошо запомнила эту на мозге капающую постоянно крутящуюся рекламу мыла сейфгард как она убирает убивает все микробы на поверхностях я не знаю может быть вы помните нет такой я вот очень хорошо запху и поэтому сегодня кстати их было очень мало на полках люди видно помнит это что якобы именно она убивает микробы что но в него что-то такое добавлено при к при коронавирусе как раз таки сейчас это очень актуально но я думаю что это ничего конечно с этим не связано ничего туда не добавлено но во всяком случае видите как действует реклама сегодня знаете еще интересно прежде чем поехать в магазин мы сможем попросили кристину написать список магазин что вот купить надо в магазине мы не знаем да скажи нам знаете какой на список хороший написала хлеб молоко мясо мука кефир а потом я поняла раз кефир и мука она наверное блинчики хочет в одном из ближайших видео или может быть даже в этом я вам покажу как я буду делать особо пышные толстенькие оладушки очень вкусные знаете что удивило меня сегодня безумно в магазине огромный магазин просто гигантский и в таком магазине впервые в жизни я вижу что нету яиц вообще были вроде какая-то пачка яйца курица свободного выгула то есть вот эти деревенские они дорогущие не там по 3 евро очень дорогие а так они у нас вообще по по 90 центов по 70 центов и вот и мы не взяли конечно а блины и прочие вот это ну я это сами знаете как они идут приготовление при приготовлении пищи и вот нету в гигантском магазине теперь новая фишка но друзья мои появилась гречка да 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 по какой-то астрономической цене раньше она была там не не знаю ну 60 центов что ли да ну что там пачка гречки как пыльная кстати такая на прозрачная пачка была и она ужасно пыль на это гречка внутри было евро 99 евро 99 пачка гречки так она я не знаю 50 60 центов стоило когда ты то меньше наверное вот но исчезли яйца вот на такие полоски я не знаю как я ее разрезаю всю сразу драйся ой держи мое чудо ой держи лосось у тебя можете сырую рыбу то я не знаю начать это ее не хочешь хочешь тест на катах но так рыбки кому тут рыбки кому тут рыбки кому тут рыбки кому тут рыбки дам вот такими полосками я ее режу я ее режу всю сразу мою и в чашку и в холодильник чашка у меня такая специальная есть старая для этих вещей кто-то у меня ее назвал в комментариях совковый такой совковая чашка но это совершенно верно но для рыбы не знаю мне для других жалко чтобы рыбу поджарить я вот на тарелку муку сыплю в нее же сыплю соль перемешиваю это все и теперь обваливаю свои вот эти кусочки рыбы вот такими я нарезаю обваливаю на сковородку в растительное масло которое не в растительное масло подсолнечника которая без запаха очень удобно вот так нарезать порционной потом каждый вечер берете сколько вам нужно штучек и поджарили чтобы не не жарить например все сразу она будет стоять старые или чтобы потом это тушка не валялась холодильник она тоже очень крупная как ее там размещать непонятно все она тоже если занимает много а вот так нарезать на полоски такими все хочется не стала стейка стейк это не не так выглядит на кусочки понять порционные куски вот нашла вот я сейчас 4 поджарю а остальное холодильник смотрите как скатится сковородка как меня это раздражает а вот этот пищенейт повело в сковородку чертить не могу хотя у нее даже масло можно сюда не доливать она сама как бы вот и держит этот жир и все без добавления масла можно готовить но как она крутится не соприкасается цвету и просто невозможно займемся теперь креветками сейчас их откроем почистим не очень они конечно крупные но достаточно приличные попробуем с ними вот такое вино белое достаточно крупные они но совершенно конечно отличается от тех что были на канарских островах там они грубо говоря были сырые или как это сказать да а вот эти они уже проварены это чувствуется и прямая кишка практически не удастся ее отсюда удалить потому что они уже такие плотные консистенция совсем другая совсем другие про то как их правильно чистить и жарить я показывала в ролике стены рифе вот сейчас ссылка появится наверху посмотрите пожалуйста а так все все так же остается ничего не меняется маркиз тоже пришел понюхать что это тут такое усатая до значит креветку берем вверх брюшком ножками отрываем голову это пособие как правильно чистить очищаемые как яйцо вареное скорлупа отходят очень легко если возможность есть вытягиваем черненький шнурочек это будет прямая кишка и потом вот так вот хвостик и все вуаля вот такая миска получилось полутора килограмм не очень-то и много теперь я их обжарю сливочное масло и чуть-чуть соль и перца наверное тоже добавлять уже не буду конечно совсем они другие отличаются плотные мелкие достаточно и совсем другие как бы ну что есть немного посолю прямо здесь миски перемешаю их и жарить буду на эстонском сливочном масле жарятся креветки очень быстро и проверяется это очень легко готова они или нет если привет к приобретает форма буквы о значит она готова дайте это прямая она должна завернуться в кружочек то есть быть буквой о если она не совсем оночка ничего не готовы если она сильно перекручена и заворачиваются на прямо в плотный узел до больше чем мог хвостиком тогда они уже переготовленного за этим надо смотреть а так-то занимает буквально пару минут блюдо у меня вышло с полтора килограмма вот согласитесь совсем немного правда и вот такой зеленый салат то есть берете салатик наверх несколько креветок и вина такое блюдо у меня получилось вино очень хорошая белая как раз смотрю продукту мне кажется подходит обжаристые отлично сейчас попробуем вкусно нравится нравится в отличие от канавских они конечно очень очень плотные хотя даже в кружочек еще не свернулись по сути нет они готовы но они плотные дамы привыкли к другим в эстонии водятся только такие в отличие а Редактор субтитров А.Семкин